Да, я кратко хочу сказать также по поводу избавления, исцеления от психических заболеваний. И если вы ощущаете, что в вашей жизни есть проклятие, то есть есть то, что тянется, может быть, вот еще от ваших родственников, родителей, то есть неважно откуда, или на вас кто-то наколдовал, то есть, ну, и так далее. И из-за этого у вас есть какие-то отклонения. Первое, вот что связано с психическими заболеваниями, у многих есть внутренние душевные проблемы. На фоне различных проблем, вот ситуаций, стрессов, которые вы переживаете, вы должны знать, что каждому человеку приходят практически одинаковые трудности, каждому. Но реакция разная у всех. Кто-то проходит с легкостью, кто-то мнительный человек, это он все берет близко на свой счет, и из-за этого происходят какие-то проблемы. И на фоне этого у некоторых могут быть какие-то психические заболевания, отклонения. Поэтому номер один, вы должны вот просто прямо сейчас попросите Дух Святой, чтобы Он исцелил вашу душу. Отрекитесь от обиды, отрекитесь от зависти. Если вот у вас есть гнев какой-то, раздражение на каких-то людей, отрекитесь от всего этого, от всего, что мешает вам хорошо жить. Также, если у вас вот есть просто, знаете, внутри какие-то зависимости, порнография, блуд там, может быть какая-то зависимость алкогольная, не важно что, отрекитесь от всего этого, и прямо сейчас пусть Дух Святой просто наполнит вас свободой своей и своим могуществом, славой своей во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены, освобождены прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И также я хочу сказать, знаете, дорогие друзья, по поводу проклятия, по поводу колдовства, если на вас кто-то там молится или вот тянется от ваших родственников, вы должны знать, если вы уверовали в Иисуса Христа, вы приняли Его как Бога, все остановлено. В духовном мире все остановлено. Все, вы новое творение. Писание говорит, древнее прошло, теперь все новое. Вы новое творение. Вы теперь не старый человек, вы новый. Вы создан в святости, в истине, в праведности. Вы святой человек. Это все в духовном мире. Но наша душа, она еще об этом не знает. Не у всех, к сожалению, обновленный ум. Не все эту истину приняли, что вы новое творение. Поэтому вы должны отречься от этих мыслей, отречься от духа проклятия. И просто вы можете с властью приказать. Это дух проклятия, убирайся вон. Вы с властью можете остановить всякое колдовство. Вы должны знать, что вы Божий сын. Если вы приняли Иисуса Христа, вы родились от Него. Вы стали сыном Его, вы стали новым творением. На вас не может действовать никакое колдовство, потому что вы Божий сын. Вы знаете, в духовном мире какая самая сильная сила, власть? Это духовные дети. Это духовный сын. Это самая великая сила, какая есть в духовном мире. Когда человек принимает эту истину, что я Божий сын. Вот, например, есть здесь сын Коли. Вот у меня отец Сергей. Я сын Сергея. То есть я это понимаю, я это осознаю. Вот у меня есть папа, например, мама. Я понимаю, кто моя мама, кто мой папа. Вы должны также принять, что твой папа Бог. Ты родился от Него, понимаешь? И его ДНК перешло теперь на нового тебя. Вы должны вот это принять. Наследственность у вас божественная. Она не проклятая. Она божественная. И все это в разуме происходит. Вы должны просто эту истину принять и утвердить в жизни своей. И вот послушайте, когда Божий сын, ну вот человек, который осознает, что он сын, он что-то говорит. Вот просто даже говорит, духовный мир, он на самом деле замирает. Когда Иисус приходил, бесы реагировали на него. Когда он говорил слово, все прислушивались, все замолкали. Болезни, бесы, люди. То есть потому, что у него власть была. Он понимал. Ну, Писание говорит, он говорил, как власть имеющий. Вот вы должны первое, вы должны иметь. Вы должны это получить. Получите это откровение. Вы Божий сын во имя Иисуса Христа. Вы это имеете. Все. То есть и проклятие, оно не может тогда действовать. Но вам просто, вы можете отречься и приказать этому всему уйти. И третье, последнее скажу, и мы заканчиваем. Библия говорит, все, что не скажете, верьте этим словам, и будет вам. Вот вы должны знать, что у наших слов есть власть. И Писание говорит, вот все, что вы не скажете, верьте, и это произойдет. К сожалению, многие люди говорят то, что не нужно говорить. Вообще у нашего языка есть власть. Писание говорит, жизнь и смерть во власти языка. Многие живут в проклятиях, в неудачах, в поражениях. И даже психические заболевания, они приходят от языка. Ты это все наговорил. Или твои родители на тебя наговорили. Просто они говорили, ты дурак, ты дурак. Или ты дура. То есть, или вот мы часто это говорим, я сойду с ума. Знаете, там вот такие. Вот запретить, да, с ума сойти. И это все сеется, и потом приходят плоды. Поэтому отрекитесь от этого всего. И начните говорить, что я исцелен, я здоров, я благословлен. Просто больше говорите эти слова. И самое главное, верьте. Все, что вы не скажете, будет вам. Поэтому наговорите в свою жизнь всего хорошего. Наговорите, что у вас счастливое будущее. У вас самые благословенные дети. У вас, ну, у вас, у вас с финансами будет все хорошо. Вы будете давать. И прямо сейчас я молюсь за это во имя Иисуса. Первое, я останавливаю всякое поражение вашей жизни. Всякое проклятие. И дух сумасшествия, дух безумия пошел вон именем Иисуса. Смерть вон пошла. Прямо сейчас именем Иисуса я останавливаю всякое проклятие вашей жизни. Это дух проклятия. Выйди прямо сейчас именем Иисуса. Я говорю сейчас слова веры. Верьте. Я говорю, ты благословен. Я говорю, что ты даятель. Ты будешь давать. Ты будешь давать взаймы и даже будешь забывать об этом. Потому что у тебя будет избыток. Верь этим словам. Я говорю, что ранами Иисуса ты исцелен. Во имя Иисуса ты исцелен. Ты полностью здоров. Я говорю, что ты имеешь божественную наследственность, божественную ДНК. Я говорю, что дети твои будут знать Бога, будут служить Ему, они будут счастливы, успешны, и с ними ничего не произойдет, поэтому не бойтесь, во имя Иисуса Христа, ты благословенный человек, я вас благословляю, аминь. Аллилуйя, Иисус, Аллилуйя, мы все благословлены Господом, я верю, что вы благословлены Господом, это чудесное время, время обновления, сегодня день спасения, сегодня день радости, сегодня Бог возлюбил тебя, сегодня, и Он сказал, моя милость никогда не отступит от тебя, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость твоя никогда не оставит тебя. Господь послал Сына Своего каждому из нас, Он сказал, в сердце новое сотворю в тебе, сам вселюсь в них и буду им Богом, а они будут моим народом. Будь благословен народ Божий, ходи в силе, в радости обновления, и я рада тому, что вы наши друзья, друзья телеканала ТБН, партнеры телеканала ТБН, возрастаем и расцветаем вместе с телеканалом ТБН. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok